Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! С вами портал экзегет.ру. Мы продолжаем цикл лекций, посвященных соборным апостольским посланиям. С вами священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Сегодня мы начинаем с вами чтение первого соборного послания апостола Петра. Ранняя авторитетная христианская традиция относит этот текст, равно как и второе послание Петра, авторству Симона, сына Ионина, брата Андрея. Того Симона, которому Христос во время своего земного служения сказал, «Ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Под этим именем Петр и вошел, Симон, в историю церкви. Его жизнь известна нам благодаря евангельскому повествованию, где мы видим его как порывистого и горячего ученика, готова пойти к Христу по водам, поднять меч на обидчиков Христовых, свидетеля великих тайн горы Преображения и Гефсиманского сада. Не скрыт евангелистами и факт отречения апостола, многократно им оплаканный. После этого сам Христос троекратно призвал его пасти его овец, наставлять вместе с другими апостолами церковь. Также мы встречаем апостола и в книге деяний. Здесь он яркий проповедник, обращающий по вдохновению Святого Духа тысячи людей к Христу. Он один из первых входит к язычникам и вводит их в церковь. Множество общин основаны им. Наиболее известные это церкви Рима и Антиохии. О его смерти повествует церковное предание, утверждающее, что апостол встретил свою смерть в Риме. По-видимому, именно отсюда, из столицы Римской империи, и пишет апостол свое послание в общины Малой Азии, впоследствии и получившее название первого соборного послания апостола Петра. Сегодня перед нами первая глава. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понте, Галате, Каппадокии, Осии и Вифинии, избранным по предвидению Бога Отца, при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Петр, апостол Иисуса Христа. Из всего корпуса соборных посланий лишь Петр именует себя апостолом. У Иакова и Иуда мы видим наименование раб-бога, о ветхозаветном контексте которого мы говорили в лекциях на послании апостола Иакова. А, например, у сохраняющего анонимность Иоанна Богослова в его послании встречаем просто наименование старец. Итак, термин апостол. Само греческое понятие апостол происходит от глагола посылать и укоренено для Нового Завета в словах Христа, который именно так и именует своих учеников, посылая их с проповедью о наступлении Царства Божия. При этом смысл слова апостол не просто посыл, а именно посыл с поручением. На иврите это будет обозначено через термин шлях, посланник. Он регулярно встречается, в том числе, например, и в раввинистической литературе. В этих памятниках можно встретить достаточно частую мысль, что посланник все равно, что пославший его. Это мы встречаем, например, в том числе и в этикетных нормах Ближнего Востока, где в отношении к послам других держав применяется то же почтение, что и к господам. В похожем смысле пророки послы Бога, и отношение к ним равно отношению пославшего их. Так же и апостолы, послы Иисуса. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. И, например, слушающий вас меня слушает, и отвергающий вас меня отвергается, говорит Христос. Таким образом, Петр с самого начала послания утверждает свой абсолютный авторитет через напоминание той миссии, которая вручена ему Христом, посе овец моих. Что он и делает, не только организовывая новые общины, но и окормляя их, в том числе и письменно. В отличие от Иакова, Петр, пишущий той же аудитории, в его наименовании рассеянным, то есть христианам преимущественно из иудеев диаспоры, рассеяние, перечисляет в качестве адресатов конкретные группы общин. Находятся они все в малайзийских провинциях империи, на территории современной Турции. Наименование рассеянное также напоминает и о мыслеписании, что всякий человек сейчас пришелец на земле. Его истинное Отечество откроется в воцарении Христа, как говорит, например, об этом послании к евреям. При этом христиане именуются апостолом избранными. Эта тема неоднократно возникнет в дальнейшем тексте Петровых посланий. Данное приветствие также представляет из себя одно из важных новозаветных свидетельств о Троице, где говорится о разных действиях лиц Троицы в деле спасения. 1. По предвидению Бога Отца, который есть инициатор дела спасения, предвидевший не только отпадение человека, но и возможность его восстановления в Христе, и эту возможность дающий. 2. Христиане избраны через освящение Духа Святого, пребывающего со дня Пятидесятницы среди верных и всегда актуально действующего в общинах. 3. Избраны, безусловно, через принятие самого спасительного действия Бога, искупление человечества кровью воплощенного Бога Иисуса Христа, приняв это искупление через соумирание и совоскресение с Ним в крещении, и обновляя эту причастность Божеству в Евхаристии. Благодать и мир. Вариант приветствия близкий к семитоязычной среде, где пожелание мира актуально до нынешнего дня, звуча как «шалом» или «салам». Отметим, что само послание делится на три крупных блока, разделенных обращением к читателям перед каждым новым фрагментом. Первый фрагмент с начала первой главы по вторую главу 10 стих, второй фрагмент – вторая глава 11 стих, четвертая глава 11 стих, и последний – четвертая глава 12 стих, пятая глава до конца. Первая часть посвящена теме христиан как избранного народа Бога. Вторая – реализации христианского призвания в мире. Третья – говорит о пастырстве и жизни в свете грядущего пришествия Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых к спасению, готовому открыться в последние дни. Осем радуйтесь, поскорпев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, веру в вашу спасение душ. К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. В данном отрывке тема активного действия Бога, обозначенная в приветствии, получает более подробное раскрытие. Тема Троицы обрамляет этот фрагмент, открываясь традиционно ветхозаветной, а позже и шире, иудейской и христианской молитвенной формулой «Благословен Бог», которая фигурирует во множестве как ветхозаветных отрывков, например, книга Бытия или во многих псалмах, так и в современных нам молитвах, от возгласа «Благословен Бог наш», с которого начинается большинство православных богослужений, до слов «Благословен Ты, Господь Бог наш» в текстах множество ежедневных благословений иудаизма. Итак, «Благословен Бог». Апостол благодарит Бога Отца за милость, которой он даровал спасение человечеству во Иисусе. Тема милости раскрывает заявленную в приветствии идею Отца как предведущего Бога. Милость – это отсылка к предваряющей Божьей любви, открывшейся еще в первых главах книг Бытия с того, что Бог творит мир без нужды, без мотивированной необходимости, и все в этом мире хорошо весьма. Вторым таким грандиозным милостивым действием Бога станет приход, а в будущем и воцарение в мире Мессии Иисуса из Назарета Галилейского. Об этом очень ярко скажет Иоанн Богослов, проведя параллель между первой главой Бытия и первой главой своего Евангелия, указав на равнозначность описываемых событий через уподобление пролога своего евангельского текста начальным строкам Бытия, как по форме, так и по смыслу. Далее в центральной части отрывка апостол говорит, что теперь, получив сопричастность к воскресению Христа, человек в надежде ожидает получения плодов этой сопричастности, получения чистого и нетленного, то есть неизменяющегося наследства, вечной жизни в наступающем Царстве Бога. Так говорит об этом преподобный Бедодостопочтенный. Не тленному, потому что жизнь на небесах не затрагивают ни старость, ни болезнь, ни смерть, ни иная печаль. Чистому, потому что никто нечистый не может войти в нее. Неувядаемому, потому что в самих душах блаженных людей это пребывание на небесах за давностью наслаждения им не может когда-либо стать менее ценным. Подобно тому, как пышность и роскошь века сего обычно всегда вызывают пресыщение от длительного употребления и наслаждения ими. О вере, крепнущей в испытаниях, подробно говорит апостол Иаков. Здесь мы видим похожее направление мысли. Искушение есть внешние испытания для сохраняющей человека веры, которая при должном отношении к происходящим трудностям лишь больше укрепляется, будучи испытана этими трудностями как золото огнем, избавившись в этом испытании от всего несущественного и наносного. Соблюденная вера станет похвалою для человека в последний день, как последний день каждого конкретного человека, так и особенно в контексте апостольской проповеди и апостольской мысли в последний день этого мира. Об этом говорит и Христос. Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Слова Петра о любви ко Христу, открывшейся в христианах от проповеди, а не от реального его видения, полностью находится в контексте слов Спасителя по этому поводу, говорящего, что «блаженны невидевшие и веровавшие». О практической стороне этого вопроса пишет комментатор Экумений. Если вы любите, он даст вам в качестве награды спасение душ. Окончание же фрагмента, вторая часть обрамления, посвященного Троице, здесь речь идет о Духе, который не только вошел в общину в день Пятидесятницы, но на самом деле всегда присутствовал в собрании верующих чад божьих, от Адама до Малахии и Иоанна Крестителя, через всех праведников и пророков возвещая миру о грядущем Христе. Трагедия пророков заключалась в том, что, услышав эти обетования, они не смогли своими очами увидеть сходящую в мир славу, как сказал Иисус. Многие пророки и цари хотели увидеть то, что видите вы, и не видели, и слышать то, что слышите вы, и не слышали. «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать и в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что я свят». Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом, искупленной вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». И здесь мы видим апостольский призыв христианам к собранности. Символ припоясания чресл восходит к библейскому повествованию об исходе из Египта. Тогда Бог поверил есть пасхального агнца одетыми в верхнюю одежду, с посоками в руках и подпоясанными, так как спасение от рабства он подавал в эту же ночь и требовал незамедлительного выхода к свободе. Апостол же говорит о припоясанных чреслах ума, имея в виду необходимость для христианина духовной собранности, готовности ответить на призыв Бога. Так в свое время юный Самуил, услышав в Скинии обращение к себе по имени, бодрствовал и ответил «Говори, Господи!», что повлекло за собою огромные изменения и в его судьбе, и в судьбе всего народа Израиля. Тема стойкости в жизненном выборе, невозвращение к грехам прошлой жизни, очень важна для Библии. Христос говорит, «Никто, взявшись за плуг и оглядываясь назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Этот вопрос по-прежнему чрезвычайно важен и для нас. Мы часто сталкиваемся с той ситуацией, когда наше покаяние перед Богом оказывается как бы неистинным. Поясню. С одной стороны, мы действительно каемся в грехе, мы признаем его абсолютное деструктивное действие на свою жизнь, понимаем, что делаем противное Богу, потому и каемся. Но реального покаяния нет, потому что в глубине своего сердца мы часто любим грех, а следование заповедям считаем тяжким ермом, игом, который нам, конечно, нужно понести, но под которым мы откровенно изнемогаем. Потому мы и впадаем в старое вновь и вновь. Мы внутренне считаем, что в грехе мы как бы передыхаем от тяжкой работы на Бога. Безусловно, это не единственная причина неуспешности в духовной жизни, но одна из основных. Об этом Христос и говорит, когда призывает слушателей, «Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, иго моё благо, и бремя моё легко». То есть в следовании за ним свет и радость, а не мрачное отречение от всего человеческого. Пётр даже обостряет смысл фразы, говоря, что прежние отношения были от неведения, от незнания Бога. То есть он имеет в виду, что каждый, однажды вкусив сладкого, не захочет больше горького. Увы, но мы можем сказать, что сам опыт нашей жизни показывает, как часто эта фраза на этом же самом опыте не работает. Желая утвердить верных в следовании за Христом, Пётр напоминает и о цене, которым мы выкуплены из тления и рабства смерти, цене крови вечного Агнца Христа, Пасха которого прообразовывалась в Пасхе Ветхого Завета. Там исход евреев из Египта сопровождался смертью всего первородного, отчего израилетяне были избавлены кровью ягнят, Агнцев, в церковно-славянском прочтении. Эта кровь сохранила им жизнь и привела их в итоге к свободе. То же событие, но не в народном, а в космическом масштабе мы переживаем в Пасхе Новозаветной, где кровь Христа искупила нас не от рабства фараону, но от рабства смерти. «По слушаниям истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, за слог засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Господне пребывает вовек. И это есть то Слово, которое вам проповедано». Несколько слов Петра о любви указывают на последовательность, в рамках которой может родиться настоящая любовь как добродетель. Ее начало в послушании истине, то есть в следовании за Богом, осуществляемом не только в чтении слов закона, но и в наполнении их самой жизнью, самим Богом, что, безусловно, непростая задача. Отсюда происходит чистота сердца, когда в нем поселяется Бог, мрачным страстям там не остается места. И в этой чистоте и восходит любовь, признак нового человека. В свое время от любви к себе и желания возложения в себя, возрастания в себе, вне отношений, будьте как боги, человек не спал с этой высоты. Отсюда тление и распространилось, не только на Адама, но и на все его потомство. Прародители передали всем своим потомкам не только образ Божий, но и семя тли, подверженность своей природы греху и деструкции. Восстановление природы, произошедшее в новом Адаме, Христе, не только возвращает человека в меру первого Адама, но и дает возможность продолжить этот рост дальше, от человека перстного, земного, до человека небесного, самого Господа Славы. Продолжение следует...